Более 30 тысяч кубометров мусора вывезли с улиц города с начала месячника по благоустройству. Муниципальные служащие, подрядные организации, сотрудники промышленных предприятий, ТСЖ и ЖСК, жители Самары приводят город в порядок к новому летнему сезону. Начиная с 1 апреля в мероприятиях месячника приняли участие более 178 тысяч человек. Люди убирают скопившийся за зиму мусор, чистят газоны, обновляют малые архитектурные формы, красят лавочки, очищают от объявлений остановочные павильоны и устраняют возможные их повреждения. Работами охвачены уличная дорожная сеть, парки, скверы, набережная и другие общественные пространства, дворы, территории, прилегающие к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям, объектам торговли и социальной сферы. Если говорить по уборке УДС на сегодняшний момент, из 658 улиц 543, это 82% с твердым покрытием, готовы подмойку. Также по ремонту пешеходных направляющих 64 тысячи погонных метров всего по городу, на сегодняшний момент 2048 отремонтировано по периметру площади Куйбышева. Работы по замене идут к 25 числу, должны закончить полностью обновление периметра площади Куйбышева в части ограждений. Во время месячника по благоустройству пристальное внимание уделяется вывозу собранного мусора. Это важно с учетом объявленного в регионе особого противопожарного режима. Отходы должны доставляться до специализированных мест утилизации своевременно. Кроме того, предельное внимание перед 78-й годовщиной Победы стоит уделить мемориальным объектам. И, конечно, парк Победы, все объекты потребительского рынка, которые рядом находятся, должны быть в идеальном состоянии. Все наши памятники, мемориальные доски, мемориальные сооружения обращаем на это внимание и не выпускаем из вида. Готовимся уже вовсю к 9 мая и к 1 мая. Обсудили на совещании в мэрии и мониторинг цен на социально значимые продукты и автомобильное топливо. За первый квартал 2023 года наблюдал схожий динамик уровня цен в сетевых и не сетевых магазинах. Зафиксировано снижение цены в сетевых магазинах на питьевую воду, поваренную соль, гречку, рис, пшено, макаронные изделия, на свинину и говядину. В то же время цены увеличились на репчатый лук 23%, морковь 15%, куриные яйца 10%, капусту, яблоки, печенье, картофель, сахар и рыбные консервы. Анализируя динамику цен за период мониторинга в не сетевых магазинах, наблюдается схожая картина, разница в 1-2% по отношению к сетевым магазинам, группы товаров, по которым цены растут и по которым падают, абсолютно схожие. В не сетевых маркетах цены снизились на гречку 9%, рыбные консервы 8%, яблоки 6%, соль и черный чай. По словам специалистов, ценовая динамика соответствует сезонной тенденции. В это время года всегда наблюдается подорожание плода овощной продукции. Обычно цены становятся ниже, начиная с августа, после сбора урожая. Что касается динамики средних цен на автомобильное топливо на территории Самары, можно отметить, что в первом квартале 2023 года зафиксировано среднее уменьшение от 0,1% до 0,3%. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.